Не меньше. Вот это срединный путь, когда мусульманин отдает должное и Аллаху, и отдает должное людям, которые вокруг него. И Салман сказал ему великие славы. Он говорит, что у твоей жены есть право на тебя, и у твоего тела есть право на тебя. Посмотрите, дорогие братья и сестры, у жены есть право, и у детей есть право, и у тела есть право, и у глаз, и у рук, и у ног, и у сердца. Отношения, которые строит верующий мусульманин с обществом, с Аллахом, с окружающей средой, с самим собой, они построены на соблюдении прав. И Салман говорит, отдавай же должное каждому, кто имеет право. Каждый, кто имеет на это право, ты должен ему его отдать. Вот это Ислам. Если человек следует этим путем, тогда не будет радикализма. Не будет крайностей, потому что он будет отдавать должное родителям. Безусловно, в первую очередь, Аллаху Суслана Аталия, потом родителям, потом соседям, потом родственникам, потом соседям, потом друзьям. Он будет проявлять искренность по отношению к каждому из них. искренность, он будет искренне желать для них добра, он будет искренне пытаться улучшить все, что вокруг него и принести благо всему, что вокруг него, как Иса, Али, Иса, который приносил благо везде, куда он не приходил. Аллах Султана Али говорит нам его устами, что Аллах сделал меня благословенным, благодатным, где бы я ни был. Вот это образ мусульманина, куда он не приходит, он везде приносит с собой добро. Благодаря чему? Благодаря тому, что он отдает должное всему, не нарушает ничьих прав, не посягает иначе права, знает свое место и место каждого из его окружения и соблюдает законы Аллаха Султана Али, в которых нету места для крайности. Благодаря умеренности мусульмане достигли больших успехов во всех областях, в религии, в государственном строительстве, в науке. Осознание своего долга перед Аллахом, перед родителями, родственниками и всеми остальными людьми, все это помогало мусульманам чувствовать себя частью единого организма, единой мусульманской уммы. И как сказал пророк, мусульмане, они подобны единому организму, и если один орган заболевает, то все тело отвечает лихорадкой. Если один орган заболевает, то все тело отвечает лихорадкой. Благодаря чему? Потому что, выполняя долг свой перед каждым другим мусульманином, они создали сплоченную общину. Единое государство. Мусульманское государство, которое жило верой в Аллаха, жило желанием обеспечить благополучную жизнь для каждого члена этого общества. И в основе всего этого, если задуматься, лежит именно умеренность. И благодаря этому, жизнь умны стала гармоничной. Благодаря тому, что они не зацикливались, не впадали в крайность ни в одну из областей, развивалось все параллельно. И действительно была гармония. Желание обрести рай в будущей жизни сочеталось со стремлением помочь ближним. Желание постичь могущество Аллаха и задуматься над его знамениями побуждало мусульман заниматься астрономией. И развилась астрономия. Субханаллах, мусульмане фактически являются основателями этой науки. Первыми, кто вычислял расстояние между звездами. Первыми, кто вычислял орбиты. Первыми, кто вычислял азимут. Это все были мусульмане. И посмотрите, десятки звезд, названные именем, носят арабские названия. Почему? Откуда желание в мусульманах изучать астрономию? Да потому, что была действительно гармония. Они хотели постичь знамения Аллаха, они изучали астрономию. Другие пытались распространить ислам, донести свет божьей религии в самые отдаленные части света. И развивалась мореплава, развивалась география, а потом история. Опять религия способствует развитию науки. Те, которые обращали внимание на то, что развивалось строительство, и люди, естественно, когда прилагали физический труд, это было очень тяжело. А Расул Асал-Сарам говорит, если наемному рабочему поручаете какое-то дело, то поручайте то, что ему пасило. Если поручите то, что ему тяжело, тогда помогите ему сами. Желание помочь рабочим заставляло мусульман заниматься механикой. И достигли огромных высот во всех этих науках. Мало кто знает, наверное, что законы механики, которые сформулировал Ньютон, они были изложены за 4 века до этого мусульмана. Более того, основы этих законов они встречались в трудах сухровердея и в трудах инвесины. Ньютону, если бы он ознакомился с трудами мусульманских ученых, а возможно так и на ютубе, ему оставалось бы только придать этим формулам, этим законам вид форм, что, собственно говоря, он и сделал. Он систематизировал те знания, которыми мусульмане уже обладали. Что двигало стремление познать мир, стремление изучить науки глубже? Стремление приблизиться к Аллаху. Благодаря чему? Потому что мусульмане не зацикливались ни о чем. Они жили для этой жизни так, как будто они не умрут никогда. И жили для будущей жизни так, как будто они не умрут сегодня. Это очень важно. Это очень важно, чтобы мусульманин действительно был активным членом своего общества. Таким, каким были мусульмане наши правильные предшественники. Умеренность сделала мусульман терпимым. Именно отсутствие радикализма в исламе привело к тому, что мусульманские государства были терпимы ко всяким формам инакомыслия. Когда появилась нетерпимость? Были отдельные лишь промежутки. И один из этих промежутков это был период Мехна. Мухазиритская Мехна во время имама Ахмада, во время управления трех аббаситских халифов Аль-Махмона и двух его предшественников. И только с приходом Мухазиритской Мехна она завершилась. Три халифа, которые не проявили терпимость, и они вошли в историю Ислама, как халифы периода Мехна. То есть периода испытаний. А в остальное время была терпимость. И благодаря этой терпимости изучалось наследие предыдущих цивилизаций. Мусульмане не просто стали такими умными. Они изучили досконально все, что до них исследовали греки, египтяне, индусы. Халифы стимулировали перевод этой литературы. Эпоха переводов на арабский язык с древнегреческого, с древнеиндийского языков, она не имеет аналогов в истории, в мировой истории. Ни один другой народ не уделял такого внимания переводам на свой язык. И благодаря тому, что мусульмане проявляли такую заботу, и такую терпимость, и такое уважение к наследию своих предшественников, они смогли пойти дальше. Посмотрите. На что шли мусульмане для того, чтобы приобрести знания? Не своих. Не про ислам. Но знания. Они отменивали пленных на книги с византийцами. Они отдавали пленных для того, чтобы получить у них книги. Переводя книги, они встречали упоминания о каком-то другом труде. Что они делали? Они обращались к византийским навестникам и говорили, мы вам дадим сколько хотите, найдите нам эту книгу. Византийцы охотно искали, если не находили, они рыли могилы этих авторов. Потому что у древних греков и римлян был обычай, книги хоронились вместе с самими учеными, их рукописи. И очень много книг мусульмане достали именно из могил этих ученых. Это уважение к чужому наследию. Благодаря этому мусульмане передали то, что было много веков тому назад.